Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Слова жизнь с одним человеком? Завязались отношения, в которых вскоре начались трудности, возможно, связанные с тем, что он в раннем детстве лишил забоих родителей. Вроде поначалу он говорил, что нуждается в любви и так далее, но попав в отношения, в которых о нём заботятся, тут сложно оценить величину этой заботы, может она им чрезмерная, но в целом обычная человеческая забота, как бывает в нормальных сценах, те любят. Стали звучать фразы, что ему всё это слишком, что он к такому не привык. Вспыхивает быстро, к своему здоровью попустительски относится. Сейчас он после реанимации. И вроде чувства есть, и поступки, которые говорят о том, что он хотел серьёзные отношения, но в то же время саморазрушительные действия какие-то постоянно, и слова. Плохо. Не из-за меня, а просто плохо. Думал, смогу как-то отогреть, но не знаю как. К психологу не пойдёт, он в помощи нуждается, но принимать её не умеет абсолютно, как и любовь. Как быть в такой ситуации, всё можно придумать. Ну, человека вы не измените, пожалуй. И я думаю, что абсолютно бесполезно это занятие, пытаться кого-то менять. Поэтому я бы сказал, что вот ваша задача, как она видится мне, в первую очередь, наверное, заключается в том, чтобы увидеть, может быть, заметить часть своей ответственности во всем этом. То есть не только ответственность, а, ну, мужчина, да, которая, конечно же есть, которая, конечно же, оказывает существенное влияние на, в общем-то, ну, на то, вот, как складываются ваши отношения. Но есть, как мне кажется, и ваш вклад в то, что вы, ну, то есть ваши отношения вот такие. То есть, как бы, с вашей стороны тоже есть определённый вклад. И, как мне кажется, задача основная заключается как раз таки в том, чтобы вам для себя увидеть, увидеть эту самую ответственность. То есть, увидеть, вот, именно, непосредственно, вклад ваш в то, что происходит сейчас. Ну, не в том смысле, что вы виноваты, например, винить вас никто не собирается. В том смысле, чтобы скорректировать именно этот аспект. Именно этот аспект взаимоотношений. Вот. То есть, чтобы вы могли сами в какой-то степени изменить своё отношение к тому, что, ну, как бы, происходит. Вот это, пожалуй, первый важный момент. Второй момент. Важны ваши реакции. То есть, грубо говоря, у меня сложилось такое впечатление, я могу ошибаться, что лично вас задевает эта ситуация. И вы можете сказать, ну, а как она может не задевать? Да, в какой-то степени вы правы, она, на самом деле, не может, наверное, не задевать. Но, с другой стороны, важно, чтобы вы сами для себя этот аспект, скажем так, определили. Аспект того, как вас это задевает, ну, конкретно, как вас это задевает. Потому что до тех пор, пока вы себе в этом отсчёт не отдаёте, до тех пор, пока вы не понимаете, чем вас эта история задевает. Ну, конкретно, вот, его поведение, конкретно его, ну, скажем так, его действие. Я думаю, что вряд ли будет какой-то эффект, вряд ли будет какой-то прогресс в том, что, ну, в том, что вы делаете, к сожалению. Вот. И я надеюсь, что этому, именно этому, вы уделите своё, ну, внимание, к сожалению, как-то так. Вот. Потому что вы-то пытаетесь сейчас ситуацию решить как-то, как-то вот с позиции, что можно придумать, чтобы, чтобы, там, ну, гипотетически, чтобы им помочь. А я говорю больше о том, что вы можете сделать, чтобы изменить поведение своё конкретно. То есть, конкретно ваше поведение нужно в данном случае менять. А не его, потому что именно ваше поведение впакивает его с чем-то. Ну, на мой взгляд, представляется. На мой взгляд. А вот, пожалуй, то, что хотелось бы вам сказать. То есть, в этом смысле, вашей ошибкой было то, что вы пытались человека спасти. Вот. Ну, вы находитесь в этом смысле в треугольнике Карп. Вы находитесь в этом смысле, к сожалению. Где вы, вот, как раз, как раз таки принимаете роль спасителя. Вот это, это далеко не, далеко не самая лучшая модель победителя. Вот. Потому что она предполагает игнорирование ответственности. И вот в тот же момент, вы говорите, меня жизнь свела с человеком. Ну, жизнь никого не сводит. Ни с кем. Мы выбираем с кем-то быть. Понимаете, да? Мы выбираем отношения. И вы в этом смысле так же выбираете отношения с этим человеком. Вы их выбираете. Понимаете? То есть, вы здесь как будто бы игнорируете свою ответственность за то, что в вашей жизни происходит. К сожалению. И вот, ваша задача заключается в том, чтобы начать или начинать, если угодно, брать ответственность за себя, за свою жизнь, за свои действия в своей руке. Вот. А не вот, позиционировать себя вот так, как вы делаете это сейчас. Да? Вот. И соответственно, соответственно, мужчины, если в этом контексте смотреть, точно начнет меняться. Согласны законам системы. Вот. Ну, да. Может быть, не сразу. Вот. Постепенно, но тем не менее. Вот. Ну, сейчас, 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 зачем меня? Сейчас его все устраивает. Он винит себя. Он корит себя. Он бичует себя. У него в этом смысле все хорошо. Вот. Вот. Если он считает себя недостойным всего-то, вы его поведение прекрасно подтверждаете. Вы прекрасно помогаете ему убеждаться в том, что он недостойный хороших отношений, скажем так. Вот. Извините, если вам это неприятно, но это правда. В данном случае. Вот. Так что, я бы, я бы рекомендовал вам двигаться, ну, вот, как-то больше в сторону именно того, чтобы, ну, выстраивать и простраивать, может быть. Личные границы с человеком, чтобы, как-то вот, ну, отделять себя от него, да, и, в общем-то, не жертвовать с собой, как вы это делаете. Ну, сейчас. Вот. На данный момент. Потому что ничего хорошего, в принципе, из этого не получится. Вот. Я надеюсь, чтобы он, ну, я надеюсь, чтобы вы это понимаете. Вот. А пока, чтобы вот то, что вы делаете, это вот пытайтесь, ну, продолжайте пытаться его спасти. Вот. Как бы, как бы, как бы, не спасете, как не, как не ставите. Если человек не хочет, не хочет, то, а, тут, а, ну, в этом смысле ничего не сделать. Поэтому, ну, не заставить его просто, человек, измениться. Вот. К сожалению или к счастью, ну, я лично, я думаю, что к счастью. Потому что так, вот, по крайней мере, не сносили. А, следующий важный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это то, как вы говорите про серьёзные отношения. Вот. Он, очевидно, пытается решить за ваш счет свои проблемы. Ну и вы тоже пытаетесь решить какие-то свои проблемы за его счет. В итоге у нас получаются ситуации невротических отношений, когда каждый партнер пытается за счет другого решить свои трудности. Ну и, соответственно, все прелести как бы этого мы здесь наблюдаем. К сожалению, опять же повторюсь. Поэтому такая вот картинка. Не очень утешительная, но хорошая новость в том, что вы можете меняться. Хорошая новость заключается в том, что вы можете все это изменить. А если захотите, конечно. Но никак не спасать человека. Потому что это прямой путь в никуда и погружение еще дальше в созависимость. Как-то так. То есть первое, что вам нужно сделать, это вообще-то вот как-то поисследовать то, что я говорю, что жизнь там свела и так далее. Вот это вообще, где здесь моя-то активность как бы. Вот. Где здесь мой-то выбор. Я-я-я-я-то как бы здесь где вообще-вообще. Вот. И здесь лежал. Где-то здесь. Понимаете, да? Поэтому штука эта достаточно важная. Вот. Момент этот достаточно важен. И очень бы хотелось, чтобы вы себе в этом, ну как минимум, отдавали отчет лучше, чем сейчас. Вот так я бы вам постарался бы ответить в данном случае, вот конкретно. Вот. Ну, иногда я бы сказал, что человек лучше оставить вот, ну, наедине с всеми проблемами, так. Он легче и быстрее может прийти к их решению, чем когда, условно говоря, вот, вы находитесь рядом, и со временем создаете у человека такое чувство, что у него всегда есть кто-то, на кого можно прийти. Ну, можно открыться, можно положиться, и так далее. Вот. Не обязательно уходить. Никто не говорит о том, что надо уходить. Вот. Ну, отстраниться, отдалиться немножко. Позволить как бы человеку делать то, что он хочет. Выравить и высказать неприемлемость чего-то для, например, вас. Вот. Это очень полезно будет. Поэтому больше я бы здесь рекомендовал больше внимания вам уделять именно себе. Вот. Больше внимания уделять именно своим реакциям, именно своим моделям поведенческим, именно своим желаниям и так далее. Вот. 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 Наверное, какой-то такой ответ у меня будет вам сейчас. Ну, на данный момент. Да? Ну, понятно, что, возможно, необходимо более тщательный анализ, чтобы вам оказать более такую предметную помощь. Ну, пока что я бы сказал вот так. Пока что. На этом все. Спасибо, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Буду благодарен за обратный ответ. По-моему, ответ это позволит вам начать с собой работу. это позволит вам начать куда-то двигаться. Это позволит вам, ну, меняться. Вот. на этом все. Удачи вам. На этом все. всего самого доброго. Всего самого доброго. Обращайтесь, значит, обращайтесь за помощью. Вам она, помощь, в смысле, пригодится. Вам она необходима, помощь. Вот. И все у вас в итоге будет хорошо. Ну, по факту. Да? Не факт, что конкретно вот с этим человеком, но что хорошо будет, то будет все это совершенно точно и совершенно очевидно. Вот. Всего вам самого доброго.